А вы знаете, что в вашем окружении есть вещи, есть предметы, есть люди, которые отбирают ваши жизненные силы, в том числе отбирают у вас энергию здоровья, энергию денег, энергию достатка и благополучия. Поэтому откажитесь от этого. Конечно, наверное, сразу вам будет это сложно сделать, но каждый день, по чуть-чуть, постепенно вы к этому придете. А отказавшись от этого, вы станете намного счастливее, удачнее и здоровее. Итак, первое это чужие люди. Не тратьте свое время на чужих людей, на то, что они говорят, на то, что они делают, как они считают, вы правы или нет. Это не должно вас интересовать. Далее, уберите из своей жизни ненужные вещи. Поверьте, они у вас всегда есть, потому что все мы люди и любим чего-то в своих шкафах, в ящичках, в доме накапливать. Этого не стоит делать. Как только вы убираете одни вещи, в вашей жизни приходит что-то новое. И вот это новое возможно вас и мотивировать, и вдохновлять. Далее, уберите те разговоры, те связи, коммуникации, которые вам не нужны, которые вас расстраивают, которые, благодаря которым вы впадаете в депрессию, в апатию, вы расстраиваетесь, вы несете негативные эмоции. В первую очередь, друзья, в свою жизнь, не в их жизнь, а в свою жизнь. Далее, ценности. У каждого есть свои ценности в жизни. И не стоит смотреть, что у кого-то что-то есть, потому что это не ваше, оно вам неинтересно. Даже если вы начнете эти ценности привлекать в свою жизнь, вы поймите, это мертвая будет. Вот бывает так, что одна дама, барышня любит ходить в брендовых вещах, а вторая, вот ее говорят, давай, у тебя много денег, ну купи себе брендовую сумку, ну посмотри. Она покупает, но она себя чувствует неуютно, дискомфортно. Она не знает, что с этим делать, она не знает, как повернуться, как надеть, как взять и так далее. Поэтому, если вам это противно, дискомфортно, не стоит себя заставлять. Далее, перестаньте смотреть на неправильные приоритеты в жизни. Дело в том, что очень часто бывает так, что нам навязывают эти приоритеты. Ты должна жениться, ты должна родить детей, ты должна быть карьеристкой, ты должна быть той и так далее, и так далее. А что вы хотите, вы должны в себе разобраться. Далее, чрезмерные амбиции. У многих людей есть амбиции. Дело в том, что это навязано обществом, что ты должен, что ты должен стать лучше, что ты должен стать богаче, что ты должен, должен, должен. И вот это «должен» вы забываете в самое важное о себе и о своем здоровье. Поэтому лучше остановитесь и разберитесь, что вам нужно. Возможно, вам и не нужно что-то очень важное. Вам, возможно, нужно просто дома в радости быть в семье и выращивать помидоры. И это для вас будет самое настоящее счастье, а не быть управленцем или топ-менеджером. Далее, чувство вины. Дело в том, что очень часто нам, наше окружение, навязывает чувство вины. Поэтому научитесь воспринимать это просто как слова, а не то, что вы кому-то что-то должны. Это очень важно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал касательно донатов, благодарности нашему каналу в наш адрес. Друзья, ссылка есть в описании к этому видео. Нажимайте и переходите по ссылке. И любая сумма, которую вы считаете важной и нужной, мы вам очень благодарны. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.